как примкнуть пароизоляции либо фольгой к стене сруба и вот таким вот образом она подошла к стене самого сруба а клиент подсказал мне еще один вариант циркуляркой будет более тонкая сама баня 6 на 6 хорошая вещь для бани на постоянном отоплении друзья всем привет с вами канал живая русская баня меня зовут владимир ефремов если вы мне последнее время писали в соцсетях там вайбере ватсапе вконтакте я не отвечал пишите по новой значит сообщение ваша потерялась я две недели был в отпуске в грузии вот сегодня первый день на работу вышел тут до рубки доехал посмотреть и решил на несколько вопросов сразу же ответить несколько раз уже за последние дни задавали вопрос как примкнуть пароизоляции либо фольгой к стене сруба как заделать вот это вот место где примыкает фольга либо пароизоляция к стене самого сруба мне вот то что я сейчас покажу мне показал один из наших заказчиков он себе так сделал я думаю что достаточно более трудоемкий конечно способ но достаточно такой интересный я вам сейчас его покажу зацените напишите в комментариях как думаете фольги у меня с собой не было был рулон пароизоляции точнее это вообще ветрозащита даже и смотрите вот он сруб кстати сейчас сруб этот у нас в екатеринбург поедет сейчас покажу планировку этого сруба но сначала по потолку планировка кстати такая зачетная получается и смотрите когда вот допустим на потолке лежит потолочная балка на нее закрепляется пароизоляция и пароизоляция приходит к стене я с наружной стороны покажу чтобы мне просто удобнее было вот допустим если вот здесь вот потолок то вот пароизоляция пришла и вот таким вот образом она подошла к стене самого сруба я ее сейчас в обратную сторону закину чтобы нам видно было вот пароизоляция вообще вот так вот идет и вот здесь вот на потолок она заходит и вот здесь вот она вышла к стене чтобы у нас вот сюда вот пары из парного помещения пар сам не уходил утеплитель мы как правило делаем следующим образом берем металлизированный скотч эти завернулся и проклеиваем этот край металлизированным скотчем вот так вот на пароизоляции либо на фольге он держится достаточно плотно вот я сейчас приклеивал видите здесь даже край оторвался когда я начал саму фольгу убирать приклеивается достаточно плотно но у дерева бывает он начинает отходить и чтобы он не отходил мы пробиваем его скобами степлером вот таким вот образом плохо степлер бьет но смысл понятен вот это вот место пробивается степлером и он держится достаточно плотно а клиент подсказал мне еще один вариант более трудоемкий он но я думаю что он более долгий не будет вот этот вот скотч отходить вариант следующий сейчас я пароизоляцию достанут видите она как плотно приклеивается пароизоляции вот берем ту же самую пароизоляцию сейчас я ее смотаю чтобы она у меня здесь на ветру не болталась я здесь вот уже сделал заготовку из бревна только это нужно мы сейчас выпилили цепной пилой порезь она достаточно широкая получилась если выпилить циркуляркой будет более тонкая полоса как такая штроба и вот заводим пароизоляция у нас также пришла мы ее немножко неудобно мы ее подводим к этой штробе веревка тонкая у меня поэтому я здесь нашел провод можно просто канатик взять потолще и дальше вот в эту вот штробу где она у нас вот в эту вот штробу мы пробиваем канат сосуда сделаю чтобы он плотно туда зашел прямо нужно взять веревку толще самой прорези и молотком и и туда простучать молотком и и туда простукиваем лишнее отрезается и вот это вот место получается очень плотное и в принципе здесь выйти то нечему но если нужно можно взять опять же степлер и вот этот вот канатик который у нас здесь проходит сам канатик пробить он точно уже тогда никуда не выйдет вот такой вот способ подсказал один из заказчиков в комментариях пишите насколько он насколько он жизнеспособный ну сделать конечно тяжелее будет чем просто скотчем проклеить потому что нужно по всему периметру пропил сделать и пропил достаточно аккуратный и как обещал уже показать по самому срубу суп этот поедет у нас в екатеринбург сама баня 6 на 6 и здесь еще вы нас под двухметровую террасу соответственно габаритные размеры получаются уже 6 на 8 с этой террасы есть отдельный тамбур разграничение тепла и холода хорошая вещь для бани на постоянном отоплении получается чтобы с улицы сразу же в теплое помещение не заходить сначала холодный тамбурок всадки если помните видео всадки тоже был сначала маленький тамбурок и потом уже сама баня шла вот здесь также тамбур вырублен и дальше будем заходить саму баню в бане парная мойка комната отдыха нету никаких лишних вот этих вот нагромождений комнатах маленьких баней сама по себе для кого-то большая для кого-то небольшая ну 6 на 6 для бани большая средний диаметр бревна насколько я помню здесь по моим 26 минимальный по моим 26 сантиметров диаметр бревна как бы мы эту баню и ставить видео тоже снимем больше здесь особо пока показывать нечего три венца срубили участ ребята дальше дорубят повезем в екатеринбург будем показывать подробненько там тоже все так что было видео полезно ставим пальцы вверх а по поводу герметизации шва около потолка пишите в комментариях как сделано у вас как вам вот этот вот способ может быть найдем еще что-то более интересное так что всем пальцы вверх и пойдемте в комментарии почитаем кто что пишет и посоветуемся там погнали